Всем привет! Я Татьяна, блогер из Неаполя. И сегодня я хочу рассказать о том, что происходило сегодня в Неаполе. Сегодня 4 мая. И что я наблюдала, скажем так, в Неаполе. Завис Неаполь я не знаю. Хотела поблагодарить своих подписчиков за то, что на меня подписываетесь, за то, что пишете комментарии. Огромное вам спасибо! Я действительно стараюсь делать видео. И что же я сегодня увидела? Утром, утром, ранним утром, когда я вышла на работу, я продвинулась к метро. И что же я увидела в метро? А в метро я увидела очередь. Вообще, представляете, что такое метро-очередь? Вообще, я сразу подумала, что метро закрыто. Но потом оказалось, что стоят специальные люди и регулируют движение, а именно поток людей в метро. Вот я вам скажу честно, если бы этих людей не было, то и очереди этой бы не было. Когда я подошла поближе, я поинтересовалась, зачем это все, такая вот система. А мне сказали, что мы вот сейчас через аппарат, который пропечатывает проездные билеты, регистрируем количество зашедших людей. Вот. Ну, в общем-то, это, наверное, высшая математика для меня. К чему я это все говорю-то? Есть в Неаполе такая метро-станция, называется Музео, где вообще можно пройти бесплатно. Даже при наличии документа. И самое интересное, там вообще никогда никто и не проверяет эти документы. Вот. Иногда там могу, это, знаете, как какой-то праздник, наверное. И в основном весь народ садится на этой станции. Не могу утверждать точно, потому что я на этой станции не садилась. Но мне кажется, что как раз там никакой фиксации и проверки не было, как обычно. Дальше. Былая всего в двух районах сегодня города. Это в Бомера. Это, ну, скажем так, один из престижных районов Неаполя, где живут более-менее воспитанные люди, скажем так. Та интеллигенция, которая в свое время продала в центре города на Гарибальде и вот в этой старой части дома и перебралась в новые дома, которые построили на возвышенности Неаполя. Поэтому там, ну, вообще там публика другая проживает. Там, в принципе, вот, ну, я ничего нового не увидела, скажем так. Там только увеличилось количество людей на улице. Больше ничего. Что же я увидела на улице, на площади Кавур, остановка музея Метрополитана? Это не Гарибальде, это еще до Гарибальде ехать пять остановок. Так вот, что же я увидела, когда я вышла? Мне очень было интересно. Я вставлю местами видео о метро, потому что в метро появились изменения. Увидели разметку для ступней ног? И на сиденьях, там, где наклейки есть, вот туда садиться нельзя как раз. Такая вот разметочка появилась в метро. В конце концов, вот. И дальше по ходу движения, что же я увидела? Во-первых, очень много машин. Очень много машин. Не такое, конечно, оживленное движение, как обычно, но транспорт общественный, много машин, детей, школьников. Когда я пришла немножко вперед, я увидела, вау, понятно, школа открыта. Да, компании детей, конечно, ходят все с копом. Такой большой компанией, это понятно, дурачатся. Вот, и уже разрешили ходить официально финансата, то есть парочкам. Интересно, целоваться им разрешили или нет? Вот, прикольно. Чего ж я поперлась-то, скажем, в этот райончик. А поехала я, чтобы зайти в магазин техники. Потому что телефончик мой, который вот сейчас записывает меня, шалит и говорит, менять меня надо. В общем-то, прицениться нужно, потому что только сегодня открыли. По телефону звонила я в магазин, но такие цены, вы знаете, сказали в магазине эксперт, что я подумала, они там что-то или выдумывают, или вообще, наверное, преувеличивают. Решила сама проехаться в этот магазин. Но, в принципе, есть еще отличия магазина Вомера и магазина на площади Кавур. Я думаю, что разница в цене есть. Ну, не важно, в общем-то, я поехала в магазин для того, чтобы посмотреть технику. И что ж я увидела, посмотрите на видео сами. Когда я прошла дальше по площади, я свернула, ну, мне вот очень было интересно посмотреть. Есть там такой базарчик возле этой площади, где очень всегда оживленное движение. И вот меня вот прям туда вот потянуло. Ну, сделая всего лишь одно видео, сейчас покажу, что если я представляю этот базар, конечно, от того, что раньше было, не было. Ни самого базара, ни оживленной торговли, ни на улицах, видите, нет совершенно. Вот, только пешеходы. Нету сейчас, но сейчас есть уже большее количество людей, транспорта и оживленность на улицах. Конечно, никто не соблюдает дистанции. Это, знаете, все офигистически относится к этому. Ну, единственное, в чем ходят, это ходят в масках. И, конечно, в общественных местах фиг запускают без масок и без перчаток. И, в общем-то, делают по этому поводу замечания. Это действительно так. А вот дальше я уже чапала в сторону своего дома, поэтому зашла в одну очень древнюю-древнюю церковь, одну из самых древних церквей в Неаполе. посидела в тени растения, сняла несколько видео, покажу вам, и растительности. Конечно же, церкви закрыты. Внутрь попасть я не смогла, но... Посидеть рядышком, да. Очень хорошее солнышко, хорошая погода. Ну, и потом я спускалась, конечно же, через оживленный такой район, в сторону Гарибальди. И там уже я наблюдала всякие разные сцены с жизнью. А в поля вот как ругаются неаполитанцы-мужчины, как они там средний палец друг другу показывают, а ты открылся, я не открылся. Как они, в общем-то, ремонтируют скутеры, как там они общаются, барышни эти неаполитанские. Ничего я этого не снимала. Вот, просто скажу вам, что неаполь оживился. Уже началась движуха, скажем так, а всего лишь первый день. Но то, что я видела, и больше чего я не видела, говорить я не буду. Открыты магазины техники, открыты магазины некоторые одежды, обуви, продуктовые магазины, и школу увидела, вот школу открытую. Ну, скажем, пожалуй, и все. Несколько баров, и видела в районе Гарибальди зачуханную такую пиццерию. Ну, и самое главное, что я хотела сказать, что есть сейчас закон, который уже введен в действие, что все мероприятия по открытию магазинов, школ и так далее и тому подобное, да, расписаны по датам в определенном, скажем, в определенные дни. Но на усмотрение губернаторов городов и районов будет производиться открытие. Даты установлены, но даты могут меняться в зависимости от предприятий и в зависимости от договоренности с губернатором. Вот, поэтому, что я не сказала, догадайтесь сами, что хотела сказать, потому что на камеру говорить я этого не буду. Вот, ну, и вот на сегодня, пожалуй, новости все. Если вам было интересно, подписывайтесь на мой канал. Рада всегда видеть вас и читать ваши комментарии. До встречи на моем канале. С вами была я, блогер из Неаполя, Татьяна. Пока-пока!